здравствуйте дорогие друзья спасибо что смотрите нас сегодня мы будем готовить маринованные помидоры с хреном для этого нам понадобится 3 килограмма помидор пучок петрушки 150 200 грамм 80 грамм хрена 6 зубчиков чеснока 2 3 больших болгарских перца для маринада 2 литра воды 4 столовые ложки соли 8 столовых ложек сахара и 1 стакан 9 процентного уксуса теперь мы переходим к нарезке петрушку режем мелком перец режем произвольно на три-четыре части помидоры мы можем использовать большие маленькие маленькие помидоры мы просто разрезаем пополам и вырезаем плодоножку большие помидоры мы разрежем на 4 части и и также вырезаем плодоножку наши овощи порезаны теперь мы будем перец хрен и чеснок прокручивать на мясорубке перекрученные перец чеснок и хрен мы перекладываем к петрушке всю массу хорошо перемешиваем теперь заполняем баночки помидорами первый слой мы кладем овощной салатик сверху слой помидор помидорки в банку складываем срезом вниз второй слой на овощной салатик и слой помидор помидорки укладываем до плечика в банке и последним слоем у нас будет овощная смесь и так проделываем все баночки до конца дорогие друзья наши баночки готовы у нас получилось 12 пол литровых баночек теперь мы их складываем в кастрюлю для стерилизации на дно кастрюльки мы кладем тряпочку складываем баночки и идем готовить маринад для приготовления маринада нам понадобится 2 литра воды добавляем туда 4 столовые ложки соли 8 столовых ложек сахара все это хорошо перемешиваем и доводим до кипения маринаду даем покипеть одну минутку выключаем плиту в кипящий маринад добавляем 1 стакан 9 процентного уксуса перемешиваем и закрываем крышкой чтобы уксус не улетучился маринад готов заливаем баночки маринадом баночки заливаем готовым маринадом не доходя до края 1 см залитые маринадом баночки мы закрываем стерилизованными крышечками в кастрюлю доливаем воды вода должна доходить до плечиков баночек и кипятим после закипания воды стерилизуем наши баночки 5-7 минут про стерилизованные баночки плотно закрываем крышкой переворачиваем и накрываем полотенцем или пледом в таком виде даем банкам остыть 1-2 дня а потом храним в прохладном месте приятного всем аппетита и прошу к столу спасибо что были с нами не забывайте подписываться на наш канал чтобы не пропустить новые рецепты приятного аппетита пока пока Продолжение следует...